Иди сюда, подойди, как я не помню. Аня, не может. Глаз у тебя в чем? Ну, говорит, так и давай. И второй ребенок смотрит. Не надо мне руки обрежать, давай. Сюда, Африк, покажи. Ищи. Ты чего милый? Тоже милка хочет. Так, все, давай выныривать. Вот так. Опачки. Дина, Дина, Дина. Сейчас я ей сделаю последний укол. Нет, она думает, смотрите, какая большая. Видите, какая корова у нас? Какая большая корова. Сейчас последний укол. Есть Елена. Так, мы уже не лечимся. Это самый последний. Давай. Давай. Все. 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 В голове путается и никак. Итак, добрый день. Давайте мы все-таки сейчас поговорим, как же мы вылечили коровку. А это так, да. Ее мы уже вылечили. Не то чтобы мы, не своим умом и не своими способностями. Слава Богу, есть такие грамотные люди, к которым я обратилась. А то я все как-то показывала, так показывала. Ну да, у нее понос, ей плохо, ну да, ей лучше. И потом следующий сюжет. Ну да, у нее понос, и да, ей лучше. И вот как-то так вот все время. И так и тянулось. В чем дело? Это для тех людей, которые будут смотреть в первый раз, которые не знают ситуацию. Мы купили такую телочку. Мы купили сначала одну бракуходную. Привезли, потом только здесь рассмотрели. У нее было семь сосков. И да, не надо мне писать, что это круто, что это здорово, и что у нас в деревнях так вообще всю жизнь, и это значит хорошо. Это брак. То, что вот так всю жизнь у кого-то происходит, это не значит, что хорошо. Понимаете? Мы много чего делаем, много как поступаем, и не значит, что это хорошо мы поступаем. Та же самая история. Я уже объясняла тогда. Я не хочу иметь таких животных. Ладно. Ту телочку мы отвезли. У нее было семь сосков. Взяли другую. Она была, естественно, маленькая. Неестественно. Потом мы уже поняли, когда мы ее дома рассмотрели. Там она даже лежала. Она не вставала. Ее хозяйка вот так вот тормошила. Это уже говорит, что что-то не так с животным. Но тем не менее. И, кстати, не надо мне кричать, что зачем? Да я не пойму. Другими словами только все. Зачем такое животное взяли? Да что вообще? Да у вас... Я одну такую заблокировала. Да. Потому что там началось... Почему-то человек посчитал, что я ей должна все объяснить. Зачем? Че? Почему? И как мы все неправы и что? И дошло я ей ответила. Потом дошло аж до проклятий. Да у тебя не будет там никогда коров. Да мне не надо стать коров. Господи, я не собираюсь здесь, поймите. А тетенька деревенская, которая всю жизнь с коровами. И они пишут иногда прям, да я всю жизнь с коровами. Я там... Господи, мне еще не хватало тягаться и здесь мериться, кто круче с деревенскими, которые выросли всю жизнь коровами. У меня нет такой цели. Если хотите что-то, дать какой-то совет, как-то подсказать, делайте это в другой форме, а не так. Я одну аж заблокировала, потому что дошло до того, что да у тебя и эта не вырастет, да она у тебя и не будет... И вообще там ничего не... Ну, типа, что она сдохнет. Я ее просто заблокировала, потому что, ну, у человека уже кипит ненависть. Мне не надо такого общения. И она мне, значит, вы тут каждый раз хозяйку эту. Типа, она у вас виновата. Послушайте, пожалуйста, дорогие мои зрители и подписчики. Я знаю, есть много людей, которые адекватные, которые адекватно понимают ситуацию. Я ни разу не сказала, что виновата хозяйка. Я много раз говорила, что да. Вот мы взяли и купили такую телочку, поэтому теперь мы и мучаемся... Не в порядке? И вот так вот... Ну, первые недели было очень плохо, да. Я упоминаю хозяйку только лишь для того, что да, она нас обманула с возрастом, а это очень важно знать. Потому что нужно в каждом месяце нужно ее кормить соответственно, да. В каждом месяце разный уход. В общем, дело в том, что я даже думаю, когда мы ее взяли, многие это все наблюдали, ей даже месяца не было. Ей даже, я думаю, что было недельки две. Потому что только сейчас, уже, не помню, недели три она у нас, у нее только сейчас, несколько дней назад отпала пуповина. Я думаю, вот сейчас ей где-то месяц. Я думаю так. Хотя хозяйка утверждала, она сначала начала, что ей тогда два месяца, а потом мы ей сказали, ну нет же. Она, ну да, ну да. И она все-таки выдавила из себя, что ей полтора месяца. Вот я про что говорила. И продолжим все-таки дальше. Долго, долго мы ее лечили, долго мы, конечно, переживали. Лечила всем подряд, чего только я не наслушалась. Со всех сторон. И рисовыми отварами, и яйца добавляла. И смекты, и лопирамиды, и регидроны, и все подряд. И ничего не помогало. Вот я так показывала день за днем, неделю за неделей. И вот она была все в таком же состоянии. Много чего слушала. И вы мне часто пишите, посмотрите на канале у Дианы Строгой. Ну, во-первых, обсуждать мы это не будем. Потому что я у себя не обсуждаю. Ни других людей, ни другие каналы, тем более. Но я вам хочу сказать. Вы мне пишите, она вылечила. У Дианы Строгой просто название кричащее. Как, не помню, как у нее там. Как вылечить теленка от затяжного поноса или что-то так. Но на деле, что мы видим в видео. Бодренькая телочка, к которой подошла Диана, что-то ей влила. Никто не знает вообще, что с ней. По словам Дианы, с ней, да, понос случился. И все, она ей влила. Такая же бодренькая, она прям такая шустрая, да. И она это выпила, и типа все. На словах мы вылечили ее. А что там было? Был этот понос, не был. Я сейчас не обсуждаю те видео. Я говорю, что у всех ситуации разные. И не всем это поможет. А то люди понадеются и будут делать так. И мы делали много чего. Ну, как бы это все длилось и длилось. У нее действительно было тяжелое состояние. Вот у нее-то, у нашей телочки, у нашей Милы, действительно затяжной понос. А? Это Милка. 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 И у нее, действительно, затяжной понос. И у нее, действительно, она уже была в очень плохом состоянии. Правильно люди заметили, когда сказали, в последнее видео было, где и как-то немножко получше, что у вас даже голос по-другому. То есть я не так переживаю. Так вот почувствовали люди, так увидели, что да. И когда я становилась лучше, естественно, и у нас настроение менялось, потому что уже и плохие мысли в голову влезли. Мы-то думали, что мы ее купим и просто проколем телозин. И все дела, и она оживет. А нет, так не получилось. Телозин и витаминки-то травит. А даже это не помогло. И поэтому мы потом лечились, лечились. Я уже сказала, мы много чего мы пробовали. Смектула, пирамиды, мы пробовали оригидроны, рисовые отвары, яйца сырые, чего только мы не делали. Понос у нее все так и оставался. В итоге мы уже естественно, потому что сейчас давать ей молока, это убить просто теленка. А поэтому уже отменила молоко. Дели на рисом отваре. И надеялась, что хоть как-то так у нее закрепится все. Пока я не увидела, и я тут же, хорошо я была с телефоном, я это сняла и отправила альфири. У меня аж голос пропал. Я аж не знала, я думаю, все, тут уже пришел наконец нашей телочке. Потому что уже она, ее желудок уже все, он не мог правильно работать. И после кормления, когда ей, она выпила, я ей не вливала, она очень хорошо пила. Аппетит, кстати сказать, у нее всегда был. И у нее затрясся прямо вот эта часть, живот и зад. Не ноги сами, а как бы вот эта вся задняя часть, живот и задняя часть. И я тут же это сняла. И тут же я, ну наконец-то уже, я обратилась к Альфире Жуйковой. Альфире Жуйковой, это такой человек, которого я безгранично уважаю. Я считаю, это очень грамотный, очень замечательный, очень хороший человек. И очень грамотный ветеринар, которая очень, очень чутко улавливает вот это состояние животного. Я несколько раз к ней обращалась, и это всегда очень качественная помощь. И тут я, в общем, сняла, ей и отправила. И она мне тут же, да почему же вы раньше не обратились, да как же так, да ребенок в таком состоянии. Хотя я говорю, я интересовалась, мы звонили много раз нашим ветеринарам. Я же не просто так привезла, и вообще мы тут не понимаем, что вытворяем. Действительно, телочка была в тяжелом состоянии. И что мне назначила Альфира? Перейдем к делу. Альфира мне назначила Еселен. Еселен колется однократно. 1 миллилитр на 50 килограмм веса. И через 7 дней он повторяется. Так же однократно. Все. Она мне назначила B1 и B12. И что она мне еще назначила? И все, да? И сказала Регидрон так же продолжать. Вроде такая ерунда. B1, B12 это тиамин и цианокабаламин. Но это очень действует и очень помогает. Мне одна подписчица Алена сказала, что очень хорошая вещь. Катазал, да, вообще отличная вещь. Но у нас это и раньше не продавалось. А сейчас это в кризисе тем более. Я почитала, сразу же открыла в интернете, что такое катазал. Альфира мне не назначала катазал. Это я уже про другое говорю. В состав, что я увидела, там входит цианокабаламин. То есть это B12. Дальше я не помню, что туда входит. Что мне и назначила Альфира только по... Не один этот препарат она назначила. Она видимо понимает, что где беда с ветеринарами, там может быть и беда с препаратами с таким же ветеринарами, что его не купите. Поэтому она мне назначила тианокабаламин и тиамин по отдельности. То есть она мне не стала назначать катазал, а вот эти вот препараты. Я начала сразу же делать, естественно, тиамин. Ну, давайте будем простым языком, да. Я почему знаю все эти названия, я не умничаю. А эти названия обязательно... Эти... Такие анализы бы полезно задавать. Я сдаю себе. В12 у меня мало. Играет просто очень важную роль. Итак, я проколола сразу же, естественно, как мы купили. С утра Б1 2 мл. Потом днем я ей проколола Е-селен. А Б12, как мне назначила Альфира, его нужно было ставить вечером. Б1 и Б12 5 дней. Да, в течение 5 дней. Б1 с утра 2 мл. Б12 вечером 1 мл. Сразу же в первый день под вечер она повеселела. Я, естественно, сразу же ответила Альфире. Сказала большое спасибо, что... Ну, видно, что она уже изменилась. А, и очень важно... Мы сидели на этом на рисовом отваре. И Альфира сказала убирать этот рисовый отвар вообще. И заменить чаем. Что я и сделала. Недолго мы с этого выходили. Конечно, я не сразу прекратила. А где-то через день с утра я дала поменьше. Потом вечером еще поменьше. Ну, то есть больше замещать молоком. И остальную часть... Там, допустим... Ну, сколько мы должны давать? Полтора литра, да? Допустим, литр молока и... Так же вечером литр молока литая. И вот все. И в этот же день, представляете, ей стало лучше. На следующий день она уже стала испражняться по-другому. Все, понос у нас прекратился. Вот что значит... Я не скажу, что своевременно здесь моя вина. Но грамотное лечение, истинное лечение, какое нужно было. И... И потом я уже стала смело прибавлять сначала литр с утра и вечером. Потом я и стала прибавлять литр еще в обед. И потом уже я и стала давать таким способом... То есть я захожу и покормлю литр. Больше ей нельзя набухать, потому что я ей набухала тогда, что у нее весь этот желудок затрясся. Ее так затрясло, заколотило. Это просто от того, что ее с таким количеством, объем... Объем небольшой, полтора литра, но ее желудок уже не справлялся. И поэтому я уже стала давать... С утра я ей дам коровье молоко, а потом я хожу, пока отдаю своих коз. Прихожу сюда кормить козлят. Это уже проходит после того минут сорок. И я ей даю еще литр козьего молока. В обед она у меня пила коровье молоко. И вечером опять я выхожу, пока даю коз. У меня муж едет, мы покупаем коровье молоко. Пока он едет, пока он их ждет, пока не подует, пока он привозит сюда. Я даю коз, прихожу, вечером даю ей литр козьего. Пока мы ждем мужа, проходит опять полчаса или час. Это рядом, здесь просто они то быстро подуют, то они поздно начинают. И потом опять точно так же получается через полчаса, через сорок минут или через час я ей несу еще литр коровье. То есть теперь мы выпиваем. Получается с утра два литра за два приема, не за один. Литр полтора уже я ей даю. И вечером я ей даю опять также два литра, не за один прием. Я вам пояснила. То есть получается два, два, четыре, пять, пять с половиной и около шести я еще могу набухать уже. Теперь она полностью здорова, теперь мы выздоровели. И получается то есть вполне себе как здоровая нормальная коровка, телочка, она выпивает пять с половиной, шесть литров. Теперь я уже совершенно точно говорю, что все у нас хорошо. Слава богу я сняла это видео, а то никак мне не было времени, чтобы мне нужно, чтобы мне снять это видео. Обычно я все на ходу набегу, когда мимо прохожу или бегу со своими козами, я снимаю и когда с ними стою, снимаю. А для этого видео мне нужно прийти в сарай, уделить здесь время и начинать снимать. Так что вот такая история способов много, лечений много, но что подойдет в конкретном случае это неизвестно. Спасибо за советы, спасибо много способов, кто-то культурно это мне советовал, подсовывал, кто-то навязчиво, а кто-то прям в такой форме, что прям вот вообще они там специалисты, они из деревни, они и такое бывает. Нужно своевременно, конечно, лучше всего обратиться к специалистам. Ну все, теперь я пока ты уже улеглась, вставай, бегать будем. Сейчас я сарай закрою и начнем здесь показательные выступления. Пока я говорила, она уже улеглась, опа, опа, вот такой у нас ребенок, как вы увидите. Ухо прошло, это я ее кормила и она как раз, я показывала какая она была всегда грязная, она прям вот так, косяком, вот так. Вот так, вот так, один глаз у нее был в ведре и вот так вот ухо, и она постоянно терла. Вот несколько дней ей сыпала, мазала, господи, как это слово называется, брызгала чемиспреем, все убежали. Вы видите какой ребенок, она подросла, она стала уже повыше, но все равно она еще малышечка. Она малышечка, когда мы ее купили, я даже думаю ей было недельки две, если не неделя вообще. Побежали, давай, давай погнали. Есть она комбикорм, отлично, я ее уже ставлю в ведро, только недавно насыпала. В день она у меня съедает, я сыплю две баночки по 500 в день. Вот такие баночки две по 500 грамм. Пока у меня есть, пока у меня есть, козел, нет, не вам, у вас насыпано все, вы поели. Пока у меня есть еще пурина оставалась для молодняка, для коз, для коров, а это простой коровий. И вот я сыплю в баночку пурины 500 грамм, и 500 грамм я сыплю простого комбикорма. И вот, допустим, с утра уже вчерашнее ведро было, она съела, ну тут может оставалось пол баночки, наверное. Так что я думаю, грамм 700 она съедает точно. Мила, Мила, иди сюда, Мила, Мила. Давай заходи домой, иди домой, давай. Иди домой, раньше всегда забегала в эту клетку к себе. Все равно она, конечно, худая, все равно, но аппетит у нее отменный, аппетит у нее хороший, комбикорм она начала есть. Так что я думаю, все, мы зарастут наши ребрышки. Тяжело ей было, тяжело эти две недели. Новорожденный ребенок, вместо того, чтобы расти, она вот так вот страдала. Да. И жила на каком-то рисовом отваре. Все, пойду я. Мила. Эй. Эй. Коровка. Коровка. Все, сейчас я сделала ей последний укол ЕСЕЛЕН. Второй укол Б1-Б12 мы закончили еще два дня назад. Все, слава Богу. Ну, я думаю, на этом наше тетерзание закончено. Ну, действительно, переживаешь, когда смотришь на ребенка, которому плохо и у которого это не проходит. Это не так, как в названиях во многих видео в интернете. Хоп, я дал вот это вот и прям понос прошел прям тут же вообще на глазах. Все. Да нет, не всегда так получается. В каком состоянии была наша телочка? Во-первых, хозяйка ее там еле, еле подняла, прям за шкирку брала двумя руками. Мы ее везли. Там были сопли до пола. Ну, и привезли, естественно. Очень, очень много было соплей. Очень густые. Понос. Вот мы сразу же прокололи ей телозин, но сопли вроде бы как прекратились, но потом немного у нее начался кашель. И тут вот, слава Богу, подоспело уже лечение, которое назначила Альфира. Сейчас у нее нет ни соплей, у нее нет кашля, у нее нет поноса. Она чувствует себя замечательно, ест она хорошо, она ест, даю молоко, пьет молоко, она ест сама комбикорм, она хочет его есть с желанием. Мы выбрались из этого состояния. Все хорошо. Конечно, говорю этот способ, потому что может кому-то пригодится, но на первом месте, естественно, лучше обратиться к ветеринару. Ветеринар-то ведь тоже разный бывает, да? Вот в чем беда. Здесь главное не упустить время. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.